Продолжение следует... Итак, есть первые плюсики. Задержка небольшая. Секунд 10, наверное, идет. Ну, в принципе, если Ирина видит, значит и остальные, наверное, тоже. Но хочу еще несколько плюсиков увидеть. Есть. У кого-то задержка, видимо, больше. Ну, ладно. Друзья, на самом деле, очень рад вас видеть. Пусть не лично, но хотя бы в этом чате. Очень давно мы с вами не виделись. Прямо-таки у нас такая... Летние каникулы у нас были, да, пауза в вебинарах. Достаточно большая образовалась, и надо ее заполнять непременно. И, в общем-то, начнем мы с сегодняшнего дня и дальше продолжим более активно. О чем сегодня хочется поговорить? Ну, поскольку времени прошло достаточно много с момента предыдущего вебинара, как вы прекрасно понимаете, следили вы или не следили за ходом развития событий и жизни проекта Whole World. Ну, в общем-то, информации и новостей накопилось достаточно большое количество, о которых, я считаю, необходимо вам рассказать. Ну, это из времени прошедшего, настоящего. И, конечно же, хочется поделиться с вами планами на самое ближайшее будущее, то есть на осенний период. Ну, может, захватить немножечко осенний-зимний. Тот самый период, когда интернет-бизнес начинает воскресать после летней спячки, когда у вас начинают расти многократно доходы. Ну, и, в общем-то, все становится уже благоприятно, да, когда люди возвращаются к мониторам компьютеров со своих дачных участков и просто с улицы, и все, в общем-то, оживает здесь у нас в интернете. Проект Whole World – это, так или иначе, онлайн-проект, да, то есть место действия – это сеть интернет, поэтому нам это с вами очень и очень на руку. Вот, ну, давайте начнем. В общем-то, вижу, что все, плюсики тут есть, никаких претензий нет. К этому чату я вернусь позже, когда мы основную часть конференции с вами завершим, и смогу ответить на ваши вопросы. Надеюсь, время у нас для этого останется. Материалов, в принципе, достаточно много. Сегодня я приготовил, вот можете видеть по моим вкладочкам. Ну что, поехали, поехали, да. Давайте прямо сейчас о настоящем в первую очередь поговорим, потому что оно достаточно важное. То, чем занимаются сейчас наши технические специалисты, и занимаются они этим на протяжении уже примерно 10 дней – это перенос нашего сайта, и не только официального сайта, но и всех остальных наших ресурсов на защищенное соединение HTTPS, ну или SSL, да, как еще можно назвать. Хочу вам немножко рассказать, что это, для чего это нужно. Ну, не буду вдаваться, в общем-то, в технические подробности. Вот, просто хочу сказать, что это соединение, которое обеспечивает безопасный обмен данными, то есть введение логинов, паролей, каких-то там банковских данных, да. Вот, все это, конечно же, принято в современном интернете делать на защищенном соединении. И несмотря на то, что, конечно, все у нас платежные операции так или иначе на нем совершаются, но сам контент нашего сайта до сих пор получилось так, что он находился на обычном HTTPS соединении, и все как-то недосуг было перенести его на SSL, а требования интернет-пространства все более становились жесткими, 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 и уже дошло до тех случаев, что сами браузеры начали пугать просто пользователей, которые попадали на сайте, но находящихся не на SSL-соединении. То есть вот я даже скриншотик определенный подготовил, могу немножко увеличить, да. Вот таким образом могло выглядеть, если пользователи какие-то хотели зарегистрироваться, да. Ну, это в данном случае не Google Chrome браузер, а это Mozilla. И вот Mozilla таким образом говорит, да, то, что, внимание, соединение не защищено, логины, пароль, это все может быть плохо, скомпрометировано, лучше отсюда уходить, и все плохо, да. Вот, ну, я не буду обсуждать политику браузеров, им виднее, да, пусть будет так, хотя, конечно, никакой опасности великой здесь нету, но так или иначе. Кроме того, Google уже начал пессимизировать сайты, которые без HTTPS в поисковой выдаче, ну, и много-много всего прочего плохого происходит с сайтами, не находящимися на SSL-соединении. Ну, и вот здесь, я не знаю, видите, сейчас в трансляции, да, наверное, видите, слева от строки адресной браузера находится слово «защищено» в данном случае, что означает безопасное соединение как раз. Если оно обычное, то есть HTTP, то здесь будет написано «не защищено» или «не безопасно» в разных браузерах по-разному. Это, соответственно, тоже пользователей наводит на странные мысли, да, они-то не понимают, что на самом деле происходит, думают, что это сайт какой-то плохой, небезопасный. Вот, в общем, наши техники уже сделали 99% работы по переносу наших ресурсов на SSL. Основной сайт уже работает, как вы могли заметить. И в фоновом режиме, то, что вы могли не заметить, перенесены на SSL-соединение реферальные ссылки, потому что они находятся у нас на другом домене, не на wholeworld.biz, а на wholeworld.wc, да. И дальше лендинги перенесены на SSL-соединение. База знаний перенесена, ну, чтобы вы понимали, да, тут тоже теперь все защищено. До некоторых пор, кстати, была недоступна база знаний, это как раз было связано с переносом на SSL. Вот сегодня все это дело подремонтировали, и все работает в прежнем режиме. Дальше что у нас было? Сертификаты у некоторых пользователей не отображались, даже не у некоторых, а вот здесь, да, если нажать, то вот здесь вот не загружался сертификат. Сейчас он у всех нормально загружается, это все должно работать. И все, кто не мог скачать свой сертификат, были такие, писали, да, знайте, что сейчас это все уже можно сделать. И аватарки не загружались некоторое время. Соответственно, если вы хотели загрузить аватарки, то сейчас это тоже можно сделать. Все уже работает, все уже хорошо. Так. На чем мы продолжим? Продолжим мы о том, о том, что еще мы делали, то есть вот эту вот SSL мы делаем сейчас. И давайте вспомним, что еще мы сделали за летний период, для чего мы это сделали, и как, насколько хорошо. Но основная наша цель всегда стояла в том, чтобы обеспечить нашим пользователям более комфортное использование нашего ресурса в плане продвижения. Все-таки цель нашей благотворительной эстафеты именно продвижение, передача этой эстафеты от человека к человеку и, конечно же, в международном формате, потому что проект наш международный. Международный. Соответственно, так, соответственно, мы должны сказать немножко не об этом. Мы должны сказать о том, что у нас за летний период, во-первых, было хорошо проработана система оплаты. Давайте на примере бизнес-автомата посмотрим. Вот, то есть за летний период мы работали с платежными системами, и на сегодняшний день вот этот вот представленный блок, здесь еще не хватает PayPal, но только лишь потому, что я сейчас из России, и мне не показывается способ PayPal, а для всех зарубежных партнеров, помимо банковских карт, еще и способ PayPal оплаты показывается, и это для них очень здорово. Так вот, прямая оплата банковскими картами со всего мира работает. Работает прием оплаты WebMoney, WMR, WMZ, Bitcoin тоже для всего мира, в принципе, отлично работает, Яндекс.Деньги, Visa, Kiwi Visa, Wallet, Advanced Pash, Pair, PerfectMoney, Solid Trust Pay, ну и интернет-банки, в принципе, по статистике не пользуются большой популярностью, но это, в принципе, и понятно, потому что есть обычные банковские карты, есть Яндекс.Деньги, есть Visa, более привычные нашим пользователям. Но так или иначе, на сегодняшний день в способах оплаты у нас с вами практически никаких проблем, даже практически их нет, действительно проблем, все, кто хочет оплатить, он без проблем оплачивает. А раньше, как вы помните, проблем были, не было у нас банковских карты какое-то время долгое, потом еще чего-то не было, и в Тиве, Яндексе не было. Все способы, которые сейчас пользуются достаточно большим спросом. Вот, поэтому это первый нюанс. Международные способы оплаты на сайт добавлены, все, в общем-то, готово к приему большого трафика, который у нас будет увеличиваться, как я сказал, уже с осенне-зимним периодом. Дальше мы поработали над рекламными материалами. Так, давайте зайдем в личный кабинет и в рекламные материалы посмотрим. Ну, во-первых, какие у нас рекламные материалы? Есть две категории. Ну, я не говорю про обычные реферальные ссылки, обычный сайт. Мы поговорим о видеопрезентациях. Видеопрезентации, в принципе, уже были сделаны ранее. Они у нас доступны все на сколько, девять языков. Русский, английский, итальянский, французский, немецкий, испанский, португальский, китайский и грузинский. Можно скачать на любом языке любую презентацию. Конечно, самая эффективная презентация у нас та, которая была исходная все в свое время с сертификатами. Она действует на умы людей просто магически. Ваша задача просто показать человеку видеопрезентацию. Дальше достаточно большой процент людей захочет зарегистрироваться. И вам останется им просто рассказать подробнее, ответить на вопросы. Дальше рекламные баннеры. Наши дизайнеры поработали над ассортиментом рекламных баннеров. Сейчас загрузится страничка, видимо, большая, тяжелая. Эти баннеры, конечно, вы уже все видели, но если вы пролистаете ниже эту страничку, то можете много-много-много разных баннеров наблюдать. И что самое хорошее, то что эти баннеры все доступны также на разных языках. И это говорит о том, что вы можете размещать эти баннеры где-то в соцсетях, на каких-то сайтах, может, просто в рекламных сетях, на всяких интернет-площадах международных, да, и люди, переходя по ним, будут иметь возможность посмотреть видеопрезентацию Whole World в том виде, в котором, в общем-то, им она будет понятна, то есть на их родном языке. Ну, как минимум, русский и английский присутствуют всегда. Можно вот скачать себе баннеры на тематику, и будет здесь здорово. Так, ну, здесь понятно, что баннеры, в принципе, похожи. Вот есть и другие баннеры, которые, может быть, вы не видели. Просто докручиваете ниже, и, может быть, обнаружите для себя что-то новенькое. Согласитесь, дизайнеры поработали очень хорошо, и, ну, такие очень имиджевые баннеры вы можете себе позволить. Изображения для соцсетей. Кстати, баннеры для соцсетей, вот эти крупные, да, в первую очередь, они отобраны отдельно, и в боковом меню, вот здесь я вам сейчас покажу. Так, наверху, вот подняться. Вот здесь... Нет, они не отобраны, это я немножко перепутал. В общем-то, вот эти большие баннеры можете сами для себя отобрать, отфильтровать и в соцсетях их использовать. Но если у вас нету никакого сайта, то соцсети — это самое первое, что можете сделать. И еще один момент — это лендинг-пэйдж. Лендинг-пэйдж, который у нас летом этим наконец-то был переведен на английский. Ой, какой английский? На английский, он, конечно, был уже переведен ранее. Он стал переведен еще на 7 языков, Итого, 8 языков доступно здесь. И, соответственно, видео на 8 языках также присутствует. Ну, как это выглядит, можете посмотреть. Очень красивый лендинг-пэйдж, где есть анимация, где есть видеопрезентация. Ну, понятно, что это на русском языке. Так, а что у нас в видео? Почему-то у меня не загрузилось видео. Вполне возможно, что мы прямо сейчас с вами обнаружили еще один недочет, о котором надо сообщить техникам нашим срочно. Ну, в общем-то, здесь видео однозначно будет загружаться. Языки вот эти вот определяются автоматически. Если, например, человек пойдет из Италии по вашей ссылке, вы ему даете ссылочку, например, ваш логин, inform24.biz, да, человек по ней из Италии входит, у него сайт открывается на итальянском, все презентации будут открываться на итальянском, все формы будут на итальянском. Соответственно, даже калькулятор вот этот вот будет на итальянском, что, в принципе, очень удобно ему будет. Все. Так, ну, видео, да, с видео какая-то техническая проблема. Я прямо сейчас напишу техникам, а вы пока понаблюдайте за китайским сайтом. Так. Все написал нашим техникам, пусть они проверяют, что там к чему. А мы с вами пойдем дальше. Итак, я сказал уже, да, то, что вот этот вот лендинг, красочный он теперь доступен на девяти языках. То есть, смотрите, у вас со всех сторон являются, то есть у вас присутствуют очень качественные рекламные материалы, которые отвечают всему необходимому, как я считаю, для того, чтобы вы просто могли приглашать людей по своим ссылкам. Таких ссылок у вас сколько? Одна обычная, одна обычная ссылка для приглашения, другая может быть уникальная, у меня нету. У вас могут они быть уникальные ссылки, я вам всем рекомендую завести. И ссылки на лендинг-пейдж, которые также могут быть уникальными. Вот. Я не буду сейчас рассказывать об этом подробнее, вы это, в принципе, можете все изучить, ну, и я думаю, что большинство из вас уже с этим знакомо. Вот. Мы поработали над этими рекламными материалами и в данном момент, в принципе, подошли во всеоружие. Вот. Давайте пойдем дальше, что мы можем делать с этим, и что еще мы делали этим летом, вспомним. Вот такой момент. Так, может быть, немножко мелковато, но крупного скриншота, к сожалению, я не нашел, я вам расскажу, что это было, да. Где-то в июне месяце мы тестировали один момент, который нас просили пользователи уже достаточно давно. А просили они нас о том, что может быть, может быть, да, то есть неизвестно, как на самом деле лучше, но было мнение, что, может быть, если мы сделаем оплату 105 долларов единой, то есть за один шаг, то это будет вроде бы как удобнее, что пользователям не придется сначала платить 5 долларов за обслуживание, а потом оказывать финансовую помощь. То есть на данный момент технически к этому не было никаких проблем, и юридически это уже можно было сделать. Так вот, мы провели этот самый эксперимент, и в течение недели примерно мы его тестировали и получили очень яркий фидбэк о том, что нет, так не лучше. Вот, мы вернули все достаточно быстро на круги своя, то есть шаг активации на данный момент остается ровно таким, как вот вы видите здесь. То есть по шаговым человек сначала у нас регистрируется, потом он проходит дальше в эту воронку, оплачивая несущественный для себя сервисный сбор в размере 5 долларов. Дальше он идет привязывать кошелек, и уже дальше, будучи уверенным, подготовленным в том, что все здесь не выдумка и все действительно работает, за это время он может что-то изучить, пообщаться со спонсорами, вот уже может оказывать финансовую помощь. То есть таким образом мы решили и оставить, не ломать хорошо устоявшуюся наработанную схему, к которой привязано достаточно много нюансов, акций, мотивирующих штучек, да, и всяких вот. Ну, сейчас не будем обо всех говорить, но действительно связок очень много за это время родилось, и ничего ломать мы решили не стоит. Поэтому все оставили как есть, вы с нами, в принципе, согласились, не сильно размышляя, вот, и все сейчас работает именно так. Ну, это вот, чтобы вы помнили, что так оно было. Что еще за лето произошло? Вот, был период у нас, когда очень быстро были собраны средства сразу для четырех подопечных фонда, и президент фонда Алексей Николаевич Суменков сделал нам вот такое благодарственное письмо, которое адресовано, конечно же, в первую очередь нашим фондрайзером. Это письмо вы можете в наших новостях найти, ну, и прочитать его могу вам здесь, если мелко. Международный благотворительный фонд помощи детям всем миром выражает благодарность компании нашей с вами Whole World LLC за активное участие в организации сбора средств для подопечных фонда. И вот эти подопечные Анна Мравьева, Аюша Чмитаджив, Аюши Бадмаев и Доржа Замбуланов. И здесь написано то, что мы высоко ценим вклад Whole World LLC в развитие международного благотворительного движения и искренне желаем успехов, роста и процветания ваших компаний, а также всем фандрайзерам программы развития общественной благотворительности, то есть наша с вами программа. Спасибо вам за доброту, неравнодушие к нуждающимся в помощи детям, президент международного благотворительного фонда помощи детям всем миром, Суденков Алексей Николаевич. В общем-то, вот, приятный момент был такой, он, конечно же, не последний, я думаю, что с наступлением осени сейчас у нас с вами обороты будут только увеличиться, и детей будет у нас, которым мы собираем успешно средства, полностью скрываем сбор, будет намного больше и таких благодарственных писем и отзывов к самим родителям будет, конечно, больше. Так, ну, мы поговорили с вами уже про лендинг-пейдж. Кстати, недавно буквально мы делали подарок нашим пользователям. Для того, чтобы вы могли протестировать лендинг-пейдж, мы давали подарок на целый месяц. Этот сайт, он не бесплатный, его можно получить в подарок при оказании помощи, вот, на один месяц, но дальше он не бесплатный, впрочем-то, не очень сильно дорого эта услуга стоит. На данный момент доступен там только один лендинг, но есть у нас в планах сделать еще несколько лендингов. Как нам видится, даже еще более простых, они будут, соответственно, бесплатно входить вот в этот вот пакет услуг. Если у вас активирован лендинг-пейдж раздел, то вы всеми лендингами можете пользоваться без ограничений, сколько бы их там ни было. Ну, конечно, как только мы их реализуем, мы об этом сообщим. Пока что дизайнеры заняты немножко другими делами, и техники, конечно же. Нарисовать это еще не все, да? Рисуем мы как раз, как правило, быстрее, чем наши техники успевают все реализовывать. Вот, ага, работают техников сейчас много. И потом я вам расскажу еще, какой именно. Так, кстати, вернемся, посмотрим, да, что тут ничего пока не увидел нового. Значит, проблем нет, идем с вами дальше. Так, ну, это мы с вами тоже посмотрели. Услуга «Бизнес-автомат», который, ну, видите, да, то, что объем регистрации, кстати, увеличивается за последние месяцы, и он будет из графики сейчас только расти. Это неизбежно. Кстати, есть статистика инсайдовская, немножко вам скажу, да, она вам не видна, но после того, как мы внедрили SSL-сертификаты на сайт, уже в полтора раза увеличилось количество регистраций пользователей на нашем сайте. То есть, ну, я не знаю, насколько это прямолинейно связано именно с SSL-сертификатами, но я думаю, что это сыграло свою роль в частности в зарубежном трафике, и, конечно, нельзя не оставлять это без внимания. Вот, так что в правильном направлении движемся. И давайте дальше. Вот это сейчас новость на сайте нашего партнера рекламной платформы Surferner. Я не знаю, в курсе вы или нет, но буквально недавно, 30 августа, то есть неделю назад буквально, 10 дней, если быть более точным, на платформе Surferner было вот такое вот обновление. Я вам его хочу донести не случайно. Речь о сервисе видеорекламы с гарантированным просмотром. Ну, если коротко, то в Surferner более миллиона пользователей. Пользователи, которые зарабатывают там деньги, выполняя различные задания, просматривая рекламу, ну, и в том числе размещая собственную рекламу и так далее, так далее. То есть пользователи, которые нацелены на заработок в интернете. Многие из них новички, только-только начинают еще свою знакомость с интернет-заработком. Но это платежеспособная аудитория так или иначе. Потому что возрастной критерий, там ядро находится от 25 до 40 лет. Вот такая аудитория. То есть она платежеспособная, и это значит, что это наша с вами целевая аудитория в том числе. Мы с вами знаем, что самый эффективный рекламный материал Whole World – это как раз наша видеопрезентация. Но есть одно «но». Она у нас достаточно длинная. Шесть минут, по-моему, вот этого сертификата. Может, чуть дольше. Так вот, если раньше была возможность размещать максимально до трех минут длительности, то теперь можно разместить видео до десяти минут. И, ну, например, шесть минут мы с вами размещаем нашу видеопрезентацию, и это означает, что ее гарантированно посмотрят пользователи в течение шести минут, не отрываясь. Ну, им просто больше делать нечего, кроме как вникать в то, что им показывают, потому что им нельзя уходить со страницы просмотра, иначе просмотр засчитан не будет. Вот. И денежку они не получат за этот просмотр. Таким образом, для вас этот способ может являться очень эффективным. Ну, вот покажу вам, как это выглядит здесь. Видеореклама. А, давайте даже посмотрим на выполнение заданий. Вот, например, какой-то... Мотор-пылесо какой-то, вот, 60 секунд, да? Просмотр видео. То есть мы заходим сюда. Кстати, вот это вот работает наша совместная реклама, которую недавно собрали. Работает эффективно. Заходим сюда. И вот оно, задание. То есть я как пользователь сейчас вам покажу, как это видит пользователей. Пользователь. Это задание написано. Кликните по видео, чтобы запустить таймер. Таймер вот он слева, да, внизу, 60 секунд. И дальше введите капчу для зачисления вознаграждений, когда, соответственно, это понадобится. Вот. Но я не буду сейчас начинать выполнять это задание. В общем-то, если вы кликните сюда, таймер пойдет откручиваться. И спустя 60 секунд появится капча, которую нужно будет ввести. Причем капча, которую не взламывают боты. То есть здесь есть такая... Здесь четко вот написано, да, никаких ботов. Мы гарантируем, что вы получите только просмотр реальных пользователей. Это действительно так. Знаете, знайте просто. Я не говорю, что вам нужно сейчас брать, бежать, там, скидывать деньги в размещение видеорекламы. Просто знайте, что есть сервисы. Surferner — это один из таких сервисов. Как мне кажется, один из самых лучших. Но не единственный, где можно размещать видео для гарантированного просмотра. И это самое ценное, то, что люди за ваши деньги, за достаточно небольшие, там, по-моему, вот эти... Сколько это будет стоить там? Ну, около тысячи рублей за тысячу просмотров. То есть, по сути, за один рубль вы одного человека гарантированно ознакомите со своим видео, да? Это очень здорово. То есть, один человек вам может принести от 10 долларов и выше, да? Ну, если даже активирует он свой аккаунт, вы уже получите сразу один доллар activation бонус. То есть, это уже 60 рублей. А на тысячу таких может быть очень-очень много. Вот. Просто знайте о том, что на платформе Surferner произошло вот такое вот хорошее для нас с вами событие. Наши видеопрезентации теперь можно доносить до людей в более полном формате. Вот такой еще важный вопрос мы недавно с вами пытались обсуждать. Кстати, хочу к нему немножко вернуться и рассказать, что мы там в итоге наобсуждали. Речь шла о возможности упрощения процедуры смены информационного спонсора. То есть, я не говорю, что вообще речь о том, можно менять спонсора или нельзя, да? Потому что у нас с вами есть такое уже с самого начала проекта никто не может запретить пользователю удалить свой аккаунт и зарегистрироваться заново. Это не против правил. Против правил иметь два аккаунта на одного пользователя. Вот. Поэтому он сначала удаляет свой старый аккаунт, дальше он регистрирует новый под любым абсолютно спонсором, если ему так хочется, и никто ему не вправе это запретить. Вопрос же у нас стоял в том, что в последнее время ситуация диктует спрос на то, что люди бывают часто недовольны тем, что их информационный спонсор может быть не активен, может быть не продлил годовую активность, вообще куда-то пропал, может быть ушел вообще из интернет-бизнеса, может ушел в другой проект, может они с ним просто поссорились, но может быть он глупый и не может ничем помочь, а пользователю прям-таки очень сильно нужна помощь. То есть, может быть он не знает его языка, да, там, прям вот он иностранец, но никак не может общаться. Вот. И много-много таких вопросов, что как бы нам поменять спонсора. Понятно, что до сих пор мы всегда отвечали, что да не вопрос, удаляйте аккаунт, создавайте новый, и выбирайте себе любого спонсора. Вот, но мысль пришла такая, что почему бы все-таки не дать возможность в упрощенном формате менять спонсора, ну, не удаляя аккаунт, так сказать, да, то есть с меньшими затратами, чтобы пользователю не надо было заново тратить 100 долларов на оказание помощи, а может быть, как это сделать подешевле. И вот такой опрос мы проводили, здесь много написали, предложили такой вариант, что как бы это могло выглядеть в новом формате, то, что это мог быть отдельный специальный раздел на сайте, какая-то интерактивная карта мира, на которой бы соискатель мог бы увидеть спонсоров, ну, по месту привязки к различным странам, к различным языкам, которые выдвинули свои кандидатуры, которые готовы принимать новых пользователей, которые имеют определенную квалификацию, подтверждающую, что они не дурачки вовсе, да, и не просто сюда попали, чтобы себе набрать рефералов, а действительно могут чем-то помочь, знают что-то, участвуют в проекте не первый месяц, уже там имеют определенные доходы и так далее. Вот, то есть такой раздел сделать, и чтобы человек мог подавать заявку на присоединение к другой структуре, и спонсор бы там как-то эту заявку подтверждал, или отклонял, вот, и для обеих сторон это могло бы быть не бесплатно, вот, чтобы, ну, чтобы не злоупотребляли этим, этой функцией, да, но так или иначе, это привело бы, по нашему мнению, к каким-то позитивным изменениям, вот, но и имеет другая сторона медали, да, которая нам говорит о том, что это, в принципе, опасно, потому что есть много нюансов, которые могут помимо позитивных изменений повлечь за собой и негативные изменения, настроения какие-то неправильные, да, то есть вот неправильную ориентацию цели самих спонсоров, которые вместо того, чтобы работать над распространением информации вокруг, могли бы сконцентрировать свое внимание именно на привлечении в свою структуру пользователей, уже существующих, да, и так далее, и так далее, вот, все это мы с вами опрашивали, получили, вот такой опрос был у нас и в группе ВКонтакте, и в группе Facebook, и в том числе англоязычных пользователей, и тут, сколько, вот видите, 315 комментариев, и, конечно, тут высказались далеко не все наши пользователи, вот, но это, наверное, самая обсуждаемая тема в группе за последние несколько лет, вот, в итоге мы так и не пришли к единому мнению, я не буду вас сейчас просить сделать какие-то выводы, вот, мы будем еще анализировать, будем думать над этим вопросом, вполне возможно, что сам по себе такой раздел, где спонсоры могли бы предлагать свои кандидатуры, мы, может быть, и сделаем, но, скорее всего, будем думать над тем, как именно, то есть что именно должно останавливать пользователя от частого вот такого вот метания от спонсора-спонсора, даже несмотря на то, что структуру с собой взять нельзя, можно перейти только к одному. Вот. В общем, очень аккуратно с этим вопросом мы обходимся, и будем дальше его еще изучать. Вы можете, кстати, продолжать обсуждение, тема висит, она достаточно свежая еще, 17 августа, то есть всего-то, навсего здесь три недели мы ее назад опубликовали. Можете ее обсуждать и дальше. Может быть, к чему-то придем общими усилиями. Так. Вот еще момент, который предстоит увидеть вам в скором времени, это немного переработанный формат шага привязки кошелька, так сказать. Видите, да, он немножко даже по-другому называется, не привязка кошелька, а, чтобы пользователь понимал, выбор способа получения денежных переводов. То есть после того, как пользователь активирует свой аккаунт, мы ему следующим шагом на данный момент предлагаем привязать кошелек. В принципе, там выглядит он практически так же, но не так же, да, то есть более нагроможденный. Здесь более компактный, более удобный, понятный вид. Сразу же формочка указания своего кошелька в той или иной платежной системе здесь включена, и достаточно будет нажать всего лишь одну кнопку пользователя, чтобы перейти на шаг следующий, то есть шаг оказания помощи. И еще такой момент, почему мы сделали, то есть вот почему именно так форма выглядит, потому что мы хотим вот эту форму в разделе «Считай и финансы», привести ровно вот к такому же виду. То есть чтобы это был единый функционал, всем понятно. То есть выбранный на данный момент способ будет находиться всегда в верхнем положении, будет видно кошелек или не будет видно, если его скрыть там, да. А все остальные способы, они будут вроде бы как не на виду. А не то, что сейчас вот тут кошельки все вот они есть, и они мешаются вроде как, и в самой сути вот этой вот подробной информации оно не видно. А очень хотелось бы, чтобы оно было видно пользователям, потому что мы с вами опытные, конечно, мы знаем, если мы выбрали с вами Advanced Cash, то мы знаем, что такое Advanced Cash, и где деньги искать, и как их тратить. А вот пользователи, новички, они там, может быть, им спонсор помог, сказал, регистрируй Advanced Cash, конечно, они зарегистрировали, у них он привязался, и вот они теперь вот такие смотрят. Ваши счета, какой-то номер, что-то зачисление, то есть ничего не понятно. А тут будет им все понятно, да, где искать, что искать, вот как что-то изменить. И еще, если заметите, здесь фигурирует новая иконочка. Visa MasterCard. Действительно, в скором времени мы планируем, даже не в скором, а вот в самом ближайшем, когда эта формочка будет сделана, ну, я надеюсь, что пару недель наши техники успеют это все сделать, появится здесь и вывод на банковские карты, то есть возможность установить зачисление сразу на банковские карты. Но тут будет определенный нюанс, да, то есть не совсем сразу, так сказать, это будет происходить, средства будут накапливаться на балансе кошелька с возможностью выводить на банковские карты, на внутреннем балансе аккаунта HLOR. Почему? Потому что там существует достаточно весомая комиссия за одну операцию, по-моему, 5% плюс 5 долларов или там плюс 5 евро, да, то есть вы понимаете, что если вам пришел перевод на 5 долларов, то переводить его и платить комиссию 5 долларов, вы ничего не получите. Вот поэтому, конечно, только так. Но для многих пользователей сама по себе возможность вывода напрямую на банковские карты в международном формате, она является очень-очень весомой. Это мы, конечно, с вами знаем, что наиболее выгодно это все-таки вот эти вот системы типа Advanced Cash, с которых потом можно наиболее выгодно обменять, обналичить и даже избежать потом вопросов, возможно, о том, откуда у вас средства, да, если вдруг вы боитесь каких-то контролирующих органов, вот хотя в средствах, полученных через HLOR в качестве дарения, как вы понимаете, никакие налоги платить не надо, но вопросы, это все-таки вопросы, да. Надеюсь, никому их еще не задавали, но никто не защищен от того, что их могут задать. Поэтому мы с вами знаем про Advanced Cash, про Payer, а люди, которые про них не знают и знать не хотят, для них, конечно, выгодны привычные способы оплаты. Ну, представляете, да, вот новичок регистрируется, такой, раз ему прям бальзам на дышу, можно вывозить на мою карточку Сбербанковскую визу MasterCard. Все, я ни о чем больше не хочу думать, меня это устраивает, да, ну да, ну пусть там комиссия будет, но я получу денежки в рублях и пойду в свой любимый банкомат в соседнем магазине и сниму там, да, вот примерно так могут думать ваши партнеры. Так, вернусь к вебинару, может быть, там что-то появилось. Нет, пока не появилось, значит, идем с вами дальше. Идем дальше. Еще один нюанс, о котором хочется поговорить, это раздел транзакции, который в ближайшее время также может претерпеть изменения. Ну, а если быть более точным, то, наверное, даже не сам раздел транзакции, а может появиться еще один раздел, который будет нацелен на помощь структуре. Ну, вот видели, сейчас здесь была циферка 70, да, это как бы количество новых операций, которые появились здесь с того момента, когда вы последний раз заходили в раздел транзакции. И эта циферка призвана пользователям всегда заходить в раздел транзакций и смотреть на те операции, которые появились. Ну, вот, например, да, что это означает? Это означает, что некий Владимир Степанов, который активировал свой аккаунт в 16 часов сегодня, да, находится в состоянии ожидания оплаты. Ну, для вас конкретно это значит, что он может оказать финансовую помощь, и от него вы получите 5 долларов. Что для вас могло бы это значить, да? Вы должны открыть карточку эту, увидеть контакты этого самого пользователя, можно туда перейти... О, нифига себе, Светка конфеты открылась. Ну, в общем, ну, это пользователь регистрировался с этого аккаунта, судя по всему, так или иначе, у него есть какие-то еще контакты, телефон, есть имейл, есть, в принципе, возможность связаться через тот же ВКонтакте, и вы можете этому пользователю помочь, да, то есть, и вот таким образом можно вот обходить всех пользователей, связываться с ними, в первую очередь с теми, кто уже активирован. Можно здесь галочку поставить, да, там, нажать показать, и отфильтруются только те, кто активирован. То есть, это самые горячие пользователи, которые еще не оказали помощь, но вот-вот уже окажут, да. Можно работать с теми, кто еще и не активировался, да, вот, например, взять, тут смотришь с Латвии, какой-то человек, Сергей Строгановс, а, это спонсор его, да, кстати, вот спонсор тоже можно открыть, посмотреть, сказать, связаться с ним, сказать, что мы с вами в одной структуре, а это человек из Индии, и с ним будет, конечно, сложно, потому что непонятно, на каком языке с ним общаться, как именно общаться, и у него есть только email, вот, и телефон еще, но вряд ли вы с ним будете созваниваться. Вот, так или иначе, смотрите, да, вы понимаете, что этот раздел был изначально задуман не просто как история транзакций, но и несет в себе подтекст некой панели задач по работе со структурой, не только с личной, но и со всей глубиной структуры, потому что вот на 5 долларов, на 15 долларов, вот, допустим, да, Роман Виноградов, 15 долларов, это значит, что человек с седьмого уровня активировался на моем седьмом уровне и готов оказать помощь, и я получу 15 долларов. Конечно, я должен прямо сейчас взять, пошел пойти с ним связаться и помочь Роману Виноградов, потом Виноходов, прошу прощения, и помочь ему активировать. Вот, но это знаем мы с вами, опытные участники, а вы же представляете, сколько участников не знают об этой возможности, не знают, что вот так можно работать с разделом транзакций, да, представляете, сколько мы теряем, возможно, того самого общения между партнерами, которое могло бы происходить на пользу всем нашим структурам, то есть в вашем глубине структуры и так далее, когда с одним пользователем могли бы связаться сразу семь информационных спонсоров, и этот пользователь бы просто расставил от такого внимания, и, конечно же, с удовольствием бы при такой огромной поддержке вышестоящей структуры с удовольствием бы включился бы в работу и принес бы пользу всем, и таких участников было бы много. И как же, на самом деле, сделать, чтобы это было понятно всем? Тут как раз вот и пришла мысль, что этот раздел, ну, его нужно разделять немножко от раздела транзакции, выносить его в отдельный раздел, назвать его «Работа со структурой», и нам ничего не мешает фиксировать любые действия, ну, любые, которые мы захотим, конечно же, на стороне пользователя, и составлять лог событий такой, так называемый, да, то есть я бы мог, например, в каком-то разделе зайти, увидеть, что у меня пять задач, например, да, пять задач, относящихся к пяти разным пользователям. Вот я захожу в этот раздел, у меня висит, что роман такой-то, вот он сделал, то есть я мог посмотреть, какие действия он делал, например, вижу, что вот в такого-то числа столько-то он привязал кошелек такой-то, например, такой-то платежной системы, во столько-то он пытался оплатить через визу, мастер-карт, но, к сожалению, платеж не увенчался успехом, тут он пошел в раздел бизнес-автомат, тоже что-то пытался оплатить, но тоже что-то неудачно, и в итоге вот он завис в таком состоянии. У меня была бы возможность взять в работу или хотя бы пометить, что именно я сделал, да, то есть пометить для себя, что я связался с этим человеком, результат разговора был такой-то, и эта заметочка осталась бы у меня на потом, да, то есть и потом, когда этот роман снова вошел в свой личный кабинет, например, я снова увидел, раз его строчка поднялась вверх, там появились новые логи действий, и я понял, что, ага, роман, значит, все-таки небезнадежный участник, и я снова с ним связываюсь, снова ему помогаю, да, и таким образом могли бы видеть это все участники на 7 уровней высшестоящей структуры и помогать таким образом пользователям, беря в работу, может быть, помечая как обработанные заявки, и таким образом у каждого пользователя, у каждого информационного спонсора, да, не просто пользователя, у него каждый день был бы объем работы, который бы ему нарезала, так сказать, сама система за счет вот этих вот действий, которые совершают пользователи его структуры. И вот таким образом можно было бы поднять уже на более высокий уровень общения между, внутри структуры и пользу, которую это общение бы приносило. Помощь спонсоров была бы на высоте. Ну, понятно, что здесь есть много нюансов, это нужно все еще продумать, но я думаю, что мы возьмемся за это дело, как только завершим то, что у нас запланировано. Ну, возможно, уйдет здесь не один месяц на это, но мы, безусловно, это сделаем. Итак, снова посмотрю, все нормально, а тем временем уже 19.50. Ну, давайте ускоряться, друзья, давайте ускоряться. Осталось немножко, я думаю, что успеем. Еще один нюанс, который хочется с вами обсудить, это на примере, как вы видите, расширение для браузера Surferner, я просто именно его взял за пример, оно, возможно, у вас установлено, ну, может быть, у вас какие-то еще расширения для браузера установлены. И я хотел бы вас спросить, как вы считаете, здорово было бы нам с вами иметь расширение для браузера Whole World? Вот, если здорово, напишите об этом, ну, если вы считаете, что это было бы круто, напишите об этом в чате, ну, или если считаете, что это ни к чему, в принципе, пишите тоже в чате сейчас. Вот здесь вот, вот здесь вот внизу напишите, что вы считаете по поводу расширения для браузера. Я пока расскажу, что оно могло бы делать, может быть, вы сами потом, ну, мы, наверное, даже обсуждение какое-то по этому поводу создадим, вы сами накидаете, какие функции вы здесь видите. Ну, видите, да, что оно может фиксировать любую информацию касаемо личных данных пользователя, каких-то статистических данных, его заработка, его клиентов. Здесь можно, через расширение можно информацию о разных событиях до пользователя доносить в виде пуш-сап уведомлений. То есть, например, зарегистрировался пользователь, раз вылезло пуш-уведомление, что зарегистрировался новый партнер. Или там, например, партнер просит помощь. Ну, сделаем такую кнопку, да, там, попросить помощи вышестоящего спонсора. Он нажимает кнопочку, вам сразу пуш-хлоп, свяжитесь с партнером. Может быть, в какой-то внутренний чат здесь может быть между партнерами переход к этому чату. Уведомление о обращении в службу поддержки, о начислении денежных средств. В общем-то, много о чем можно здесь сделать. Разную информацию, новости, да, новости, какие-то приглашения на вебинар, все что угодно. Вот. Два человека живые, Ирина и Борис, здорово, сидят, смотрят нашу конференцию. Остальные, видимо, немножко уснули. А, нет, нет, не все. Вот, заслушались мне. Да, идея действительно интересная. И пока что она в сыром виде, но расширение – это не настолько сложная задача, как, например, система работы с клиентами, да, могла бы быть. И оно делается достаточно быстро. Вот, поэтому создадим обсуждение в группе. Сейчас не будем временно это терять. Подумайте, что интересного. Мы, может быть, видели в каких-то других расширениях, что могло бы быть полезно вам. Ну, и чтобы не усложнять его в то же время, но и сделать полезным. Вот. Думаю, что этой осенью можно будет реализовать расширение для браузера. И оно может быть мультиязычным. И таким образом, Whole World будет не только где-то на сайте, но и всегда в вашем браузере будет вас напоминать о том, что вы участник. Вот. Сын еще смотрит, пятимесячный. Здорово, здорово. Так. О, что это мы... Официальная группа опубликовала новую запись какую-то, да? На самом деле я знаю, какую, друзья. Предлагаю вам новое начинание, новую практику. Давайте каждый месяц будем с вами устраивать конкурс репостов в нашей официальной группе ВКонтакте, а может быть, не только ВКонтакте, а потом, может быть, и в Фейсбуке, а может быть, не только для русскоязычных пользователей и так далее. Ну, понимаете, что можно много чего устраивать. Вот. И я предлагаю начать уже прямо сейчас. В 19.45 вот автоматически опубликовался пост с конкурсом репостов. И выглядит он вот таким образом. Давайте сейчас обновлю страничку, чтобы понять, как он выглядит в группе. Вот такой вот пост. Ни одного еще лайка и репост нет, потому что мы все с вами здесь, да? А вот теперь вы знаете, что после конференции пойдете, почитаете условия конкурса репостов и примите в нем участие. И таким образом у нас с вами есть много интересных видеороликов, много интересных баннеров и изображений. И мы с вами каждый месяц... Ну, допустим, первое число месяца наступило, подвели итоги топ-10 рейтинга и запустили новый конкурс. И разыграли призы среди участников конкурса предыдущего месяца. Вот такая практика у нас с вами, думаю, будет хорошая. И таким образом мы, во-первых, добровольно, принудительно научим наших пользователей делать хоть какую-то... делиться хоть какой-то информацией в социальных сетях, причем делать это ненавязчиво и без жалоб на спам, потому что участие в конкурсе репостов не является никаким спамом, да, как вы понимаете. Ну, и будет очень хорошо. Вот что думает Ирина, что давно пора. Действительно, давно пора. И вот все, Ирина. Готово дело. Можно приглашать сюда участвовать всех своих лентяев, лоботрясов, партнеров, как их еще можно назвать, как угодно, да. Ну, они хотя бы вспомнят, что есть такой проект у них, они в нем участвуют, что когда-то даже 100 долларов оказали помощь, и, может быть, это было не зря. Конечно, это было не зря. Вот, ну ладно, вот такое начинание. Мы с вами стартуем сегодня. Конкурс... О, уже лайки пошли, репосты пошли. Но подождите, подождите, послушайте. Ладно, вернее, можете не ждать. Я продолжу. Есть у нас еще кое-что. Еще кое-что. Так, про аналоги чуть попозже. Друзья, а кто помнит 2013 год? Вот эту вот картиночку кто-нибудь помнит? Кто-нибудь помнит специальный проект «Благодарительный марафон»? Плюсики поставьте, кто помнит. Тогда еще Goldline International назывался наш проект. Было ему на тот момент два года. Сейчас уже к семи годам у нас приближается. Вот, и мы осенью 2013 года запустили специальный проект «Благодарительный марафон», который на тот момент был очень привлекательным и собрал много-много средств в благотворительный фонд. Там, по-моему, очень дорогостоящие операции по опухоли головного мозга. Мальчику делали, еще что-то делали. То есть вот действительно очень весомые вещи. О, Ирина помнит. Остальные могут не помнить, потому что не являются участниками 2013 года. Но, тем не менее, я вот раскопал для вас немножко информации о том, как это было, что из себя представлял этот маркетинг. Ну, вот можете вот здесь вот видеть, да, в очереди сколько-то участников из 547 тысяч. Вот на тот момент у нас еще было чуть больше 500 тысяч человек. Идея была в том, что параллельно с основным маркетингом предложить пользователям участвовать в благотворительном марафоне, который представлял бы из себя заполнение, автозаполнение общей бинарной структуры, то есть удвоение. По правилу, там, один уровень за уровнем слева направо. Вот. Ну, каждый занимает там местечко. Платит он 30 долларов, причем это была ежемесячная оплата, там на 7 уровней распределялись средства. 10 на благотворительность шло, 14 в структуру, 3 по 3 спонсору и сервисный сбор был, да, и таких мест можно было иметь сколько угодно. В итоге на каждое можно было зарабатывать по 508 долларов. И особенность маркетинга, самая главная особенность, которая на тот момент приковывала, прямо-таки очень сильного внимания всех и вся, это была инновационная идея, которая называлась пульс. То есть мы предположили, что будет здорово дать шанс всем без исключения оказаться на верхушечке, производя ежемесячно пульсы, а может даже несколько раз в месяц. То есть перемешивая всю эту структуру, и дальше пользователи снова оплачивали, могли так получиться, что они только что вошли, произошел пульс, они были в конце, потом вдруг оказались сверху, и вдруг как на них посыпалось, посыпались деньги. Ну, согласитесь, действительно очень интересно, и на тот момент было много тех, кто неплохо заработал, но в итоге мы закрыли благотворительный марафон спустя несколько месяцев, по-моему, в феврале или в марте, не помню, следующего года, по одной простой причине. Несмотря на то, что он приносил хорошие средства благотворительный фонд, несмотря на то, что он приносил доходы и компании, и некоторым участникам, но тех, кто в итоге разочаровался из-за пульсов, было намного больше, как вы понимаете. Иного и быть не могло, потому что это бинарная структура, потому что это рандомная ситуация, зависящая от случайности, и математическая модель говорит о том, что количество тех, кто будет недоволен результатами перемешивания, то есть кто оказывается снизу, их будет всегда в разы, в десятки раз больше, чем та небольшая часть, которая окажется сверху. Все. Вот это, соответственно, погубил на тот момент марафон. Мы вынуждены были его закрыть в условиях увеличивающегося негатива и больше о нем пока не вспоминать. Но пришло время о нем вспомнить. Вспомнить, потому что идея была еще тогда его немножко видоизменить, ну, может, не немножко, а так нормально видоизменить, убрав из него минусы, сделав что-то в плюс. И такой параллельный маркетинг, как будет верить на марафон, параллельно будет верить на эстафете, все-таки сохранить. И вот спустя еще сколько? Четыре года. Эта идея все-таки нашла более весомую поддержку среди нас, среди администрации. И мы решили, что все-таки мы сделаем эти изменения в этом марафоне, сделаем возможность участвовать параллельно в нем всем нашим пользователям, причем это будет очень лояльное участие, не ежемесячное. Вот, и это будут очень и очень хорошие доходы. В общем, не буду вам сейчас раскрывать карты. Уже есть проработанный маркетинг, уже есть понимание, что это будет очень вкусно. Не будет вот этого вот автозаполнения с уровня на уровень, но так или иначе мы оставим вот этот вот, вот этот фокус, стремительное автопостроение, возможность получать переливы. То, что все будут замотивированы и все будут довольны. Когда это запустится, я вам не скажу, потому что требуется провести определенную работу. Но, конечно, это будет круче, чем было тогда. И те, кто на сегодняшний день являются нашими активными участниками, те, ну, мягко сказать, будут купаться в деньгах. Вот, поэтому ждите эту информацию, ждите ее очень скоро. Ну, как очень скоро. Я буду держать вас в курсе на наших вебинарах. И вы будете, думаю, приятно удивлены этой осенью, когда к вам текут уже большие потоки переводов и сильно-сильно увеличится активность вообще вокруг всего проекта. А вот эта картинка, она не относится к благотворительному марафону, о котором я сейчас говорил. Эта картинка относится к несколько иному проекту, который на протяжении двух предыдущих лет разрабатывался при нашей поддержке некоторыми другими администраторами. И я пока не говорю ни о названии проекта, ни о его сути. Я говорю о том, что будет еще одна информация в ближайшее время от нас, ну, и в том числе от того самого проекта. Ну, мы оповестим всех пользователей и холл-орк, безусловно, об этом. И будет конференция с участием администрации компании. Действительно, пару лет назад с нами связались инициативные люди, желающие реализовать некоторый проект, и, по мнению которых, именно мы обладали способностями помочь им в этом. И в этом сентябре они хотят стартовать, поэтому держите, опять же, внимание на наших новостях. Мы вас оповестим, у вас будет возможность первыми узнать о нем. Вот это, конечно, не будет идти в разрез холл-орк, и, ну, иначе мы бы, соответственно, не стали бы это делать. Вот такие вот две интересные новости я вам рассказал. Кто-то уже предвкушает. Ну, в этот раз, я думаю, Ирина, вам не придется не спать, все будет более благородно. А теперь пришло время разыграть призы для тех, кто досидел до конца на этом вебинаре. Ну, пока еще не конец, конечно. Давайте, вы сейчас имеете возможность... Так, что мне надо сделать? Мне нужно скопировать ссылочку на розыгрыш призов. Сегодня мы будем разыгрывать среди тех, кто досидел до текущего момента, три места бизнес-автомат, пять уникальных ссылочек и десять пин-кодов. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно будет перейти вот по этой ссылке. Сейчас я... Получилось. Друзья, ну, те, кто знает, как регистрироваться в розыгрыш призов, те, кто не знает, при переходе по этой ссылке вам, если вы еще не авторизованы в личном кабинете Homework, предложат авторизоваться системой, войдите в личный кабинет и попадете в раздел регистрации на розыгрыш. Ну, система вам сообщит, что вы успешно зарегистрированы. Если вдруг после авторизации это не будет, перейдите еще раз по ссылке, думаю, что в второй раз точно получится. И сейчас, спустя несколько минут, мы проведем этот розыгрыш система определит счастливчиков, которые будут обладать одним из этих призов. Так, а я пока посмотрю, как у нас идет этот самый регистрация на розыгрыш. Вот, уже 14 человек будет. Ну, ладно. Давайте пока что вопросики, друзья. Может быть, у вас есть какие-то комментарии, может быть, есть что-то еще, потому что действительно давно не виделись, не слышались, не общались. Я вас призываю поддерживать активность в наших социальных медиа, чтобы пользователи, приходящие, посмотреть, что такое хоу-ворк, неважно, под чьей рекомендации, видели, что здесь действительно есть большая активность. Это будет плюс всем вам, каждому в отдельности. Что-то, может быть, непонятно, или, может быть, какой-то давно назревший вопрос у вас есть к администрации задавать. Вебинары надо почаще. Да, Ирина, безусловно, но поверьте, с тех пор, когда мы были настолько не загружены, что могли делать их хоть каждый день, прошло много времени, и нагрузки появилось очень много. И я даже не говорю, что эта нагрузка связана только с нашими бизнесами. Есть и семейные нюансы. У всех рождаются дети, сами знаете, что это такое. Так, опрос по основному сайту. Не могу поменять номер мобильного телефона. Что делать? Ну, Даниил, я как бы не знаю, по какой причине вы не можете это сделать. Предполагаю, что вы его куда-то потеряли, да, и теперь у вас нет возможности его подтвердить, чтобы изменить. Это не беда. Можете написать в службу поддержки, и они вам вышлют инструкции, что вам нужно сделать, чтобы поменять номер мобильного телефона. Ну, могу вам сказать, что вас попросят прислать документ, подтверждающий личность, и дальше вам поменяют просто вручную, если все устроить. Есть вопрос по выводу средств из Северной Америки. Возможно ли выводить деньги на мастер-карт или визу? Ирина, по Америке лучше всего PayPal. А с PayPal можете там, по-моему, выводить хоть на банк, хоть на визу, куда угодно. Вот, это самое простое для Америки. Прямая оплата, прямой вывод на карты, по-моему, для американских стран доступен не будет. Может быть, для Канады будет, да, но вот для Америки и для США точно нет, потому что там... Почему-то все платежные системы с ними не работают. Это как, видимо, с санкцией объявили США. Вот, ну, ладно. В любом случае есть возможность. Биткоин. Вот в США биткоин работает. Биткоин на биржах можно продать вообще там за что угодно. Хочешь за карту, хочешь за наличку. Можно, ну, как я сказал, PayPal. На мой взгляд, PayPal наиболее удобно. Тут был, кстати, еще вопрос по поводу... Хотелось бы узнать подробнее про уклад налога с полученных средств от фонда. Так, смотрите. Ну, во-первых, средства получаются не от фонда. Средства вы получаете от людей со всего мира. И получаете их как финансовую помощь. Я не знаю, в какой стране вы живете и какие у вас законы касаемо финансовых средств, полученных в качестве дарения. Но в Российской Федерации такие доходы налогом не облагаются. Вот. Если вы в Российской Федерации, соответственно, налоги вам платить с этого не нужно. Ну, как я знаю, что в большинстве других стран то же самое. Так что, давайте еще, друзья. Буквально вот... А, что мне буквально... Давайте посмотрим, что у нас там с разрешен призов. 27 человек в итоге зарегистрировались. Ну, давайте. Буквально одну минутку еще даю и нажму на ту самую заветную кнопочку. Кстати, я скопирую вам, чтобы все было честно. Так. Вот так вот, да? Вы живете в стране Краснодар? Круто. Страна Краснодар, по-моему, находится в Российском крае, да? Вроде так было по географии. Ну, значит, вам не надо платить налоги. Так. Я вам скинул ссылочку, где вы можете видеть всех, кто сумел сегодня зарегистрироваться. Новых не появляется, значит, я иду нажимать на ту самую кнопку, которая позволит мне совершить... Так. Я закрываю регистрацию, и я запускаю розыгрыш. Надеюсь, что он сработает. Написало, что розыгрыш завершен, и это значит, что я могу обновить. Оп. Действительно. Смотрите. Все получилось. И вы перед собой, если обновите страничку, ссылочку на которую я скинул, тоже это увидите. Итак, Петр Минеев получает стилеропин-код. Все это автоматически уже вам выдано, так что можете в своих личных кабинетах это увидеть. Татьяна Рыченкова, бизнес-автомат. Алексей Бастрайков, пин-код. Ольга Лебедева, бизнес-автомат. Лидия Коломец, пин-код. Светлана Батища, уникальную ссылочку. Алексей Агапов, уникальную ссылочку. Татьяна Романова, уникальную ссылочку. Татьяна Воронцова, пин-код. Юлия Бирюкова, уникальную ссылку. Ирина Кушни, пин-код. Светлана Воронцова, пин-код. И Светлана Журавлева, уникальную ссылку. Так, Ирина Агапова, повезло, пин-код. Данил Кашуба, Вместо бизнес-автомат Геннадий Горовой пин-код, Сергей Большаков пин-код, Борис Маркелов пин-код. Все, все, на этом призы закончились, к сожалению, для тех, кто их не получил. Но ничего, приходите на следующий вебинар и обязательно получите. Кстати, я кое-что забыл, друзья. Я кое-что забыл. Ну, я забыл вам сказать, что вот это вот самая акция, которую мы с вами начали и благополучно продлеваем уже шестой месяц. Какой шестой или пятый? Ну, в общем, не сильно важно. С апреля месяца у нас эта акция работает. Называется она 100% кэшбэк. И суть ее заключается в том, что сразу после оказания финансовой помощи до 30 сентября 2018 года, ну, когда-то было до 30 апреля, потом до 31 мая, и таким образом каждый месяц до сегодняшнего дня мы ее продлевали. Так вот, эта акция не будет продлена в сентябре. То есть сентябрь – это последний месяц, когда эта акция действует. Это, ну, я не знаю, насколько это хорошая или плохая для кого новость, но мы приняли решение ее не продлевать больше. У нас есть для этого свои собственные соображения. Вот вам лишь стоит оповестить всех своих партнеров о том, что у них есть действительно буквально последний шанс принять участие в этой акции и получить 25-долларовых пин-кодов гарантированно за свое оказание финансовой помощи. Мы, конечно, тоже оповестим всех об этом в нашей email-рассылочке. И вы должны в этом нам тоже помочь. Потому что это определенная мотивация, так или иначе, когда люди знают, что она не будет продлена, потому что, может быть, уже привыкли, что каждый месяц продлевается, да, уже не обращайте так внимания на эту акцию. Но сейчас я вам говорю на полном серьезе, да, продлена она не будет. И сентябрь – последний месяц. Так, как получить приз? Ну, если вы получили приз, Татьяна Романова, вы получили приз? Я забыл. В общем, если вы получили какой-то приз, то вы увидите его в личном кабинете. Какой у вас приз, Татьяна Романова? Не могу войти на сайт «Кабинет», – говорит Марина Дегтярева. Что мешает, Марина? То есть я не могу вот по вот этим комментариям, к сожалению, вам помочь. Поясните, что именно у вас не получается, какая ошибка, надо понимать. Так, у кого-то еще какие-то, может быть, есть вопросы? Я пока жду ответов. Уже время, кстати, мы пересидели с вами. Так, давайте так. Уникальная ссылка. Если у вас уникальная ссылка, то зайдите в раздел «Уникальные ссылки», и у вас там будет возможность создать бесплатную уникальную ссылку. Таким образом вы сможете ее получить. Ну, а раздел «Уникальные ссылки», вы можете так в личный кабинет, «Услуги», «Уникальные ссылочки». И вот сюда спускаетесь. Вот видите, у меня написано, вы получили право на бесплатное создание одной уникальной ссылки. У вас будет написано то же самое. Все, думаю, что вам понятно. Так, ну, а Марине помогут, наверное, войти в кабинет уже другие участники, потому что, ну, в этом чате можно, в принципе, продолжать переписываться, можно в группе продолжать переписываться в нашей, можно писать в поддержке нашему консультанту, много чего можно делать, чтобы получить помощь. И я думаю, что обязательно у вас все получится. А я вынужден сказать вам на сегодняшний день уже до свидания, до скорых встреч, действительно, до очень скорых, потому что наша конференция подошла к концу. Надеюсь, что вам понравились наши сегодняшние новости, и вы будете следить за дальнейшим развитием событий. Ну, не просто следить, а принимать активное участие. На этом всех благодарю, всем желаю успехов, и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok